Всем привет! Меня зовут Юлия, вы на канале Простые Радости. В этот раз предлагаю переделку пластикового комодика из FixPrice. Вот такой гламурный комодик у меня получился. Если вам понравился результат, то поставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал, буду очень-очень рада. Ну что, начинаем переделку. Боковые и задние стенки у комодика делаем из плотного картона. Для боковых стенок отмеряем и вырезаем два прямоугольника 20 на 18 сантиметров. На полученных заготовках отмечаем реальные размеры комода. Его ширину 18 сантиметров и высоту 13 сантиметров, чтобы вырезанные стенки в итоге прикрыли стенки комода. Рисуем форму боковой стенки. Я решила, что она будет изогнутая. Как вы видите, я вырезала квадрат 20 на 20 и в процессе решила уменьшить высоту стенки до 18 сантиметров. Поэтому сразу вырезайте прямоугольник 20 на 18. Вырезаю при помощи канцелярского ножа. Для задней стенки нам понадобится прямоугольник 18 сантиметров высотой и 15,5 сантиметров шириной. Берем боковую стенку, прикладываем ее к будущей задней стенке, чтобы точно отметить размер тех точек, где эти стенки будут соединяться. Отмечаю середину, чтобы легче было нарисовать желаемую форму задней стенки. И рисую. Вырезаю. При помощи клеевого пистолета приклеиваю все стенки комода. Дальше бумажными полотенцами с помощью клея ПВА обклеиваю картонные части комода. Как все хорошо высохнет, при помощи резинного шпателя наношу на картонный каркас шпатлевку. У меня латексная. Также вместо резинного шпателя можно использовать ненужную пластиковую карту. Ну и конечно же даю шпатлевке хорошо высохнуть. Затем ошкуриваю поверхность комодика. Украшать комод буду жгутиками из бумажных салфеток. Вот как я их делаю. Немного смачиваю бумажную салфетку водой. Для этого кладу на влажную тряпочку. Сначала скручиваю руками, а затем катаю по столу. Вот эти некрасивые щели между картонными стенками и пластиковым каркасом заклеиваю жгутами. Использую клей ПВА. В этом месте приклеила два жгутика, потому что здесь оказалось самое неровное место. Дальше жгутики скручиваю вот таким образом и приклеиваю их на клей ПВА. Также очень важно шпаклевку перед покраской покрыть клеем ПВА, разведенным с водой, как это сделала я, либо грунтовкой, для того, чтобы она не пылила. Не забываем, что и это покрытие тоже должно хорошо высохнуть. Перед покраской обезжириваю пластиковые части комода. Я это делаю спиртом. Можно взять обычную жидкость для снятия лака. Крашу комод аэрозольной алкидной эмалью. У меня черная матовая. Она подходит для всех поверхностей. Если интересно, то производитель Престиж. Что же касается ящичков, то я их обезжириваю и крашу аэрозольной декоративной эмалью цвет Gold Metallic. Она тоже подходит для пластика. Эмаль полностью высохла и можно приступать к декорированию ящичка. Для этого я проделываю на передней части ящичка дырочки, разогретом над газовой комфоркой гвоздиком. В сделанное отверстие продеваю цепочку. Фиксирую ее, просто завязав узел на конце. Нанизываю на цепочку бусину. И закрепляю все тем же узлом. Ну и в заключении, для того, чтобы подчеркнуть рельеф изделия, наношу декоративный воск-хайлайтер цвет бронза по краям комодика и по украшениям из жгутов. Наношу прямо пальцем, как написано в инструкции к воску. Вот и все, комодик готов. А я вам желаю найти в своей жизни место для творчества, чтобы стать чуточку счастливее.